11 июля в городе Хасаверт на стадионе «Спартак» прошел чемпионат России 3-го дивизиона. Игра началась в 17.30 и закончилась победой команды футбольного клуба Хасаверт со счетом 2-0 над футбольным клубом «Алани». По словам главного тренера футбольного клуба Хасаверт Исмаила Халимбекова, игра выдалась непростой, и команде футбольного клуба Хасаверт пришлось немало попотеть, чтобы вырвать победу у команды противника. Игра выдалась сложная, потому что команда действительно хорошая, они как-то были чемпионами России, хотя, видно, состав молодой, ну, мне кажется, игра была до забитого гола, нам повезло больше. Мы забили гол, потом укрепили свои преимущества. Хотя мы игру сегодня выиграли полностью доволен, я не могу быть так, как многие вещи, о которых мы говорили в развивалке, у нас много не получилось. Единственное, по самоотдаче ребят, конечно, большое им спасибо за то, что они так отыграли и вырвали эту победу. Игроки сборной футбольного клуба Хасаверт приложили все усилия, чтобы порадовать болельщиков. Своей победой. И как отметил центральный полузащитник команды футбольного клуба Хасаверт Рашид Шихаудинов, игра выдалась непростой. Соперники достойно сражались и смогли удивить нас своей игрой. Конечно, тяжелая игра. Соперник тоже неплохой. Мы, в принципе, не знали, как он даже играет, потому что у них это первая игра. Но мы обязаны были выиграть. Разница, кто забивает. Мы были просто обязаны выиграть. Потому что в предыдущих матчах мы два матча, по-моему, мы не забивали. Столько людей было вообще, если честно, вообще удивлен. С каждой игрой их все больше и больше. Когда их видишь, вообще хочется, например, сегодня очень много друзей, родственников, отец смотрел. Когда они смотрят, хочется выкладываться на 200%. В пользу случаем еще хочу нашего президента поблагодарить за все, что он для нас делает. И, конечно, главного нашего тренера, Исмаила Халимбекова. По версии статистики, владение мячом футбольного клуба Хасаверт составило 54%. 59 проведенных атак и 4 замены. Курбан Гириханов, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».